всем привет и сегодняшний видеоролик будет посвящен тому как аккуратно разобрать масштабную модель сидельного тягача камаз 54-112 который выходил в серии наши грузовики под номером 39 модель я вам показывал пару недель назад и в видеоролике говорилось что этот камаз был приобретен под последующий проект и как раз в рамках данного видеоролика мы с вами обсудим какие доработки можно сделать на этой масштабной копии если что-то не было озвучено в этом видеоролике то пишите в комментариях свои идеи я их тоже обязательно прочту и возможно возьму на заметку для своей последующей доработки и условно все журнальные камазы вышедшие на сегодняшний день в 43 масштабе я разделяю на два типа первый тип это модель камаз 5320 которая выходила в журнальной серии автолегенды ссср от издательского дома де агостини здесь сделать кабину функциональной очень просто все что от вас требуется это открутить два крепежных винта расположенных снизу тем самым вы освобождаете кабину она легко поднимается и становится полностью функциональной во всяком случае на моей модели камаза она дополнительно не была приклеена клеем что касается камаза 54-112 то здесь ситуация намного сложнее уже упразднили проушины для крепежных винтов на раме и теперь кабина наглухо приклеена в нескольких местах и самая большая проблема при демонтаже кабины с этой модели заключается в том что вы не знаете в каких именно местах китайский сборщик капнул клеем может быть пару точек которые легко открываются а может быть все залито клеем и использоваться такой клей который оплавляет пластик и уже рассоединить две склеенных детали без повреждений не представляется возможным мне удалось кабину демонтировать без особых последствий единственное место которое повредилось это крепление патрубка воздушного фильтра здесь виден небольшой сколышек скорее всего эта деталь была установлена или на свежевыкрашенную кабину или просто клея было настолько много что он за собой отколупал кусочек краски но это место не столь сильно бросается в глаза потом подберу подходящую краску капну капельку заполирую это место и в принципе издалека не будет видно повреждений и на этой модели я планирую оставить кабину с оригинальным лакокрасочным покрытием потому что в целом кабина покрашена более-менее аккуратно здесь нету мусора нету пятен клея единственное место которое меня беспокоит это места отверстий под дворники здесь видны мазки серебристой краски попробую аккуратно их тоже убрать но возможно здесь будут повреждения тогда уже придется перекрашивать кабину один дворник у меня отвалился второй пришлось срезать здесь нужно будет высверлить остаток пластика и пластик на этой модели очень странный он во-первых хрупкий во вторых он плохо обрабатывается и с него плохо снимается старая краска мне также в комментариях писали что эти детали также плохо окрашиваются и скорее всего придется разбирать салон потому что стекла изнутри тоже заляпаны силиконом снаружи силикон убрал но вот внутри видны разводы и конечно это портит общий вид от модели также здесь видны отпечатки китайских пальчиков и как вот так собирают модели для меня остается загадкой и также мне в комментариях писали что дверные ручки на этой модели окрашены неправильно на настоящих камазах они были серебристого цвета здесь почему-то их окрасили черной краской их тоже нужно будет перекрашивать добавлю шильдики шильдики делает из фототравления петроград эти наборы есть в продаже потом подберу подходящий шильдик тоже установлю покажу вам как он преобразит масштабную копию и также что можно сделать с кабиной так это улучшить светотехнику например можно спилить огни автопоезда на крыше также убрать поворотники и эти детали сделать из прозрачного пластика и как раз у меня долго один из подписчиков канала спрашивал будет ли видео урок по изготовлению и доработке светотехники как раз на этом камазе можно будет сделать пример и здесь также я думаю стоит доработать задние фонари потому что они обозначены просто краской и их можно сделать наподобие огней заднего хода из прозрачного пластика и окрасить уже все это дело витражным лаком и тоже пишите ваши комментарии нравится ли вам эта идея также на этой модели я убрал стеклышки фар чтобы они не потерялись потому что они во первых были криво приклеены во вторых я боялся что при ремонтных работах они просто выскочат и упадут или на пол или закатятся куда-нибудь под стол и потом их будет невозможно найти и как я демонтировал кабину на этом камазе я вам сначала покажу как кабина вообще здесь крепится на примере камаза 5320 потому что суть у этих кабин одинаковая и кабина здесь крепится к раме при помощи двух штырей которые расположены на раме и посадочные места находятся на нижней части кабины и вот эти места на сидельном тягаче залиты клеем и чтобы до них добраться вам сначала нужно будет немножко соскоблить излишки клея и также попытаться сделать прорезь между вот этим местом я обычно использую модельный нож и когда у вас будет доступ вы сюда можете вставить отвертку и уже пытаться аккуратно убирать проушину чтобы снять кабину и после того как вы очистите два крепежных места вам нужно будет кабину отсоединить от задней части рамы и для этого я сначала демонтировал выпускную систему конечно вы можете ее оставить на месте но боялся что у меня будет головка блока тоже приклеена к кабине и если я потяну за нее то она в свою очередь потянет выпускную систему и скорее всего глушитель сломается или здесь или вот в этом месте поэтому на всякий случай я демонтировал всю выпускную систему на этом автомобиле и глушитель здесь держится на трех точках на самой бочке есть штрек который вставляется в раму и часть глушителя вставляется в головку блока здесь тоже видно посадочные места аккуратно вставляете отвертку сюда и пытаетесь отсоединить глушитель у меня к счастью здесь не было много клея поэтому эта деталь демонтировалась без каких-либо повреждений если у вас здесь будет обильно пролито клеем просто лезвием срезаете этот штрек он особой роли не играет потом глушитель приклеите просто на клей и также я вам советую просверлить отверстие на концевике чтобы глушитель смотрелся более реалистично далее после того как вы отсоедините выпускную систему вам нужно будет снять воздушный фильтр потому что он крепится к кабине и в свою очередь приклеен к раме и к части двигателя здесь от рамы и от двигателя я аккуратно лезвием его отрезал от кабины подсунул отвертку и тоже его отсоединил но кабина у меня немножко повредилась после того как вы отсоедините патрубок вам нужно будет снять часть двигателя вместе с кабиной но мне повезло что у меня двигатель не был приклеен к нижней части кабины если у вас здесь все залито клеем вам придется снимать головку блока и к счастью здесь есть щель куда можно вставить отвертку и мне изначально предлагали отвертку вставлять между головкой блока и кабиной но если вы будете здесь прикладывать усилия вы скорее всего повредите или нижнюю стенку кабины или сам мотор вам нужно будет его потом подклеивать и заново перекрашивать поэтому я пошел другим методом вставляете отвертку и пытаетесь приподнять головку блока она может быть приклеена может быть просто посажена на штырьке вот с таким хрустом она у вас отсоединяется и в итоге после того как вы здесь отклеили два штыря пытаетесь снять кабину и будьте внимательны чтобы не сломать рычаг переключения коробки передач он у меня был загнут но к счастью не сломался и здесь покажу вам на двигателе как он крепится к счастью у меня тоже два штырька более-менее целые одна часть осталась в блоке но это тоже не столь страшно потому что здесь все равно этого не будет видно вот такой довольно простой метод но тем не менее требует сноровки и аккуратности чтобы не повредить хрупкие детали затем после того как вы демонтировали кабину вам нужно будет просто почистить вот эти места от клея и обратно ее ставить и она у вас уже будет рабочей я пока что ставить кабину не буду потому что эта модель все равно у меня идет под полную разборку далее какие доработки можно сделать на этом грузовике здесь можно улучшить двигатель добавить различные элементы например проводку другие детали можно сделать патрубки от радиатора охлаждения и конечно самый хороший вариант это заменить эту силовую установку на аналог от уми у меня есть тоже набор двигателя для камаза но этот двигатель по цене выходит как готовая модель поэтому думаю что это не совсем целесообразно и кстати у костромских моделей есть один существенный недостаток у них двигатели не совсем попадают в масштаб например вот я вам покажу блок от уми и вы можете посмотреть что он по размеру чуть чуть больше чем двигатель от камаза который установлен изначально не сильно но все же отличается на мазах это разница в размерах более заметна и вам также показывал двигатель емз и там он где-то в полтора раза больше чем обычный двигатель который стоит на мазах 6422 и 5432 от автоистории от ссм и от других чтобы снять двигатель вам тоже нужно будет посмотреть где он приклеен здесь четыре опоры которые тоже залиты клеем вставляете отверточку приподнимаете всю эту конструкцию и будьте внимательны чтобы не повредить карданный вал потому что он вставляется в коробку передач у меня к счастью карданный вал не был вклеен поэтому вот такими нехитрыми движениями вы просто вынимаете всю силовую установку здесь вот видно кусочек который входит в отверстие в коробке передач ну и дальше в принципе разборка ничем не отличается от демонтажа других деталей я уже демонтировал топливный бак пришлось его срезать потому что здесь штырьки были залиты клеем и еще одна проблема как я уже говорил до этого это снятие старой краски вот с этого непонятного пластика я обычно использую смывку для ногтей без ацетона но как только я прикасаюсь сюда жидкостью то сразу идет реакция и этот пластик плавится такого у меня не было на обычном пластике от моделей старт скилл моделс автоистория даже с моделями сделанными из полимера не было таких проблем там обычно реакция шла если вы долго держите этот растворитель но здесь скажем так все намного сложнее так что тоже будьте внимательны и смотрите чтобы у вас не повело вот этот непонятный пластик в принципе бак у меня готов его я загрунтую здесь остались некоторые фрагменты краски но они просто под клеем поэтому их так просто не убрать и затем уже я буду разбирать раму и ее перекрашивать если вам понравился этот видеоролик поддержите его лайком также вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке пишите ваши идеи и ваши комментарии как еще можно доработать эту модель и жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале и на сегодня это все до новых встреч пока